15 ноября. Время новостей. В студии Анна Ниченко. Здравствуйте. Миграционным кризисом Александр Лукашенко отвлекает внимание от действий России на границе с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин в телефонном разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау. Речь идет о скоплении тысяч мигрантов с Ближнего Востока на границах Польши, Латвии и Литвы. Как заявляют в ЕС, это происходит при поддержке Александра Лукашенко. В сообщении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США, указано, Блинкин выразил глубокую признательность Польше за ее решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют расколы, преследуют цель отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. США, Польша и другие союзники едины в том, что Москва должна заплатить высокую цену за военную агрессию и злонамеренные действия в регионе. Энтони Блинкин – государственный секретарь США с сайта Государственного департамента США. Перемещение российских войск на границе с Украиной и санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса обсудят главы МИД стран ЕС на двухдневной встрече в Брюсселе. Она начинается сегодня. В столицу Бельгии летит и министр иностранных дел Украины. Дмитрий Кулеба проведет встречи с главами внешнеполитических ведомств Евросоюза и стран Восточного партнерства, а также с генсеком НАТО. Основной темой переговоров в Брюсселе станет безопасность, а именно практические шаги поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы. Об этом идет речь в заявлении на сайте МИД Украины. Давление на Украину – это главная цель, для которой создан миграционный кризис. Об этом в эфире нашего телеканала заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его мнению, ситуацию на польско-белорусской границе будет накаляться. Таким образом, Россия, используя Беларусь, пытается создать кризис внутри Европейского Союза и отвлечь внимание ЕС и НАТО от Украины. С моей точки зрения, россияне создают отсечный фланг в отношении НАТО для того, чтобы НАТО не мешало им потом осуществлять давление на Украину военное. Окажется ли это давление реальными операциями с попыткой войти, о чем заявляет и украинское руководство, Кулеба-министр, заявляет и высшее военно-политическое руководство Соединенных Штатов неоднократно. Либо это будет шантаж, угроза и комплекс воздействий дезинформационных, с энергетическим давлением, с раскачкой, попыткой раскачать ситуацию внутри, мы посмотрим. Но с военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Беларусью, операция началась. И главной целью является Украина. За помощь мигрантов в незаконном пересечении границы придется отвечать перед законом. Об этом предупредил министр обороны Алексей Резников. По его словам, сейчас выявляют людей, которые могут быть причастны к такой деятельности. Например, мелкие перевозчики, фермеры или лесники. В переграничных областях Украины усиливают охрану, перебрасывают подразделения силовиков и технику. Накануне в Луцке состоялось совещание под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Резникова. В случае угрозы массового прорыва мигрантов с территории Беларуси в Украину могут ввести чрезвычайное положение в переграничных областях. Я бы хотел предупредить дельцов, живущих в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, которые вдруг планируют зарабатывать деньги на незаконном попадании мигрантов на территорию Украины. Это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности. Обостряется ситуация на линии соприкосновения. Накануне незаконное вооруженное формирование 19 раз нарушали режим прекращения огня. Из них 7 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие. Стреляли из танковых противотанков и гранатометов, минометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов ранен водитель-санитар. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, поселок Невельское Донецкой области обстреляли из тяжелой артиллерии. Разрушены два дома, еще пять повреждены. Никто из местных жителей не пострадал. Полиция открыла уголовное производство. Наша комиссия уже поработала вместе с полицией, с ДСНС. Выезжали на место, осмотрели, обследовали все дома. За помощью обратилась одна семья, молодая там с детьми, которые просят помочь с расселением. Мы сейчас ищем, хотим для них снять дом. И нож рядом, потому что они хотят рядом, в 1 майке. Ну вот и пересилим их туда временно. Остальные захотели остаться там на месте, своими силами восстанавливать свое жилье. 80 тысяч килограммов боеприпасов прибыли в Украину и США. Это четвертая партия груза в рамках дополнительной оборонной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент Джо Байден направил в Украину. В посольстве Соединенных Штатов подчеркивают, помощь их страны демонстрирует верность успехам стабильной, демократичной и свободной Украины. Напомню, с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов. Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сегодня посетит Краматорск Донецкой области, завтра Севердонецк Луганской области. В частности, планируется, что вице-премьер проинспектирует работу контрольных пунктов езда-выезда. Ирина Верещук подчеркнула, для нее в первую очередь важно общение с людьми, чтобы четко понимать первоочередные проблемы. Я буду и в Донецкой области, и в Луганской области. Мы там увидимся, мы сможем друг другу сказать и послушать людей так, что люди думают на территориях, которые сейчас, так сказать, в огне войны. Я поеду туда, но даже еще даже не поехав туда, я понимаю, что люди устали. Они говорят, мы не хотим лозунгов, мы не хотим громких слов, мы уже не верим в политические урегулирования. Просто помогите нам выжить. Пандемия, экономические проблемы, понятное дело, что война, все накладывается. Поэтому наша задача, и то, что я получила от президента Зеленского как указание, как я говорю, как приказ, помочь людям, тем, которые ждут нашей помощи. Самолечение антибиотиками может привести к увеличению смертности в будущем. Об этом заявляют в Министерстве здравоохранения. При этом подчеркивают, с новой волной пандемии COVID-19 в Украине выросли продажи таких препаратов. О том, помогают ли антибиотики при коронавирусе и чем опасно самолечение, расскажет Данила Кобза. Домашняя аптечка. Такая есть у каждого украинца, и у большинства в ней есть антибиотики. Сам по себе факт довольно безобидный, но вот их использование без рекомендации врача может привести к серьезным последствиям. Начать стоит с того, что антибиотики вообще не помогают от вирусов, поэтому принимать их без рекомендации врача как минимум неэффективно, говорят медики. Опасность заключается в том, что при частом приеме этих лекарств бактерии в организме вырабатывают к ним стойкость. И когда препарат действительно понадобится лечение, будет затруднено. Это особенно опасно в случае с коронавирусом. Антибиотики при COVID-19 могут назначаться только в случае сопутствующей патологии, то есть дополнительной еще бактериальной инфекции, помимо COVID-19. Когда у пациента развивается, допустим, бактериального генеза пневмония, то есть как осложнение. Несмотря на призывы медиков, потребление антибиотиков в Украине за первый год пандемии выросло втрое по сравнению с предыдущим. И однозначного мнения среди граждан нет до сих пор. А что такое антибиотики? Вы можете объяснить? Ну вот что такое антибиотики? Убийство всего живого. Ну а вирус-то живой. Может, его тоже будут убивать? Я вообще не врач, но вирусы не лечат антибиотиками. Нет, конечно, нужно иммунную систему повышать, а не антибиотиками. Украина в этом смысле не уникальна. Такая ситуация наблюдается во многих постсоветских странах. По словам экспертов, на это влияет несколько факторов. На самом деле на Западе невозможно купить антибиотики без рецепта. Это огромный фактор. Комплексный достаточно такой вопрос. Ну и да, недоверие населения к системе здравоохранения государству в целом имеет значение тоже. Поэтому развито самолечение, развита гиперосторожность по отношению к собственному здоровью. По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от устойчивых к антибиотикам бактерий умирает до 700 тысяч человек. Однако, если во многих странах их продолжат отпускать без рецепта, этот показатель за 30 лет может вырасти до 30 миллионов в год. Данила Кобза, Руслан Белозеров. Новости Украины. В Министерстве здравоохранения подчеркивают самый эффективный метод профилактики COVID-19 – вакцинация. По данным Кабинета министров Украины, 99% больных коронавирусом, которые находятся в реанимации, не имеют прививок. Медики также призывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Получить ответы на все вопросы, касающиеся COVID-19 и иммунизации, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. В этом выпуске «Ставлю точку», уже готовим следующий. Тем временем заходите на наши страницы в социальных сетях, узнавайте о главном в удобное для вас время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова